Мы занимаемся правозащитной деятельностью, участвуем в различных конференциях, в различных мероприятиях. Наши частично активисты участвуют в политической деятельности, то есть поддерживают, например, сейчас будут Евровыборы, те или иные политические силы. Но Ночной Дозор является не политической организацией, и она является общественной правовой организацией, которая занимается правами человека и правозащитной деятельностью. Все-таки два года достаточно большой срок. Как по-твоему, что сейчас на сегодняшний день удалось сделать из того, чем можно было бы, наверное, гордиться уже? Что касаемо Ночного Дозора, я думаю, что нам есть чем гордиться, что мы способны были сохранить мужество, продолжать то дело, которое мы делаем дальше. И слава Богу, что время, когда нас какие-то вещи разъединяли, оно ушло. То есть теперь мы можем делать очень многие вещи вместе. И слава Богу, что мы способны поддерживать русскую общину хотя бы своими минимальными усилиями того, чтобы хотя бы в чем-то информировать общественность о тех преступлениях, которые совершает каждый день правительство по отношению к русской общине. Потому что на сегодняшний момент не дана никакая оценка апрельским событиям, не дана никакая нормальная адекватная оценка тем преступлениям, которые совершали полицейские. И мы хотим получить все-таки ответ. Кто главный виновник? Кто главный ответственный? Все, что мы видим сейчас, что как не хотят власти, как не пытается прокуратура, как не пытается министр внутренних дел, как не говорит премьер-министр, у них не получается сделать нас виновными. У них не получается сделать виновными ночной дозор, потому что провокация была продумана на государственном уровне. И цель была одна – представить все протестное движение и правозащитное движение в Эстонии как маргиналов, как экстремистов, как людей, которые не способны договариваться, как людей, которые являются преступниками, как мародеров. Слава Богу, за эти два года нам удалось создать некоторым образом другой образ, образ все-таки людей, которые занимаются правозащитной деятельностью. И наши европейские коллеги, которые приехали нас поддержать сегодня, убедились в том, что у нас еще очень большая работа, потому что эта работа связана с тем, что мы должны научить эстонское правительство, эстонскую политическую элиту. Нам будет, наверное, это сложно сделать, потому что все наши друзья подвергаются гонениями, в том числе и в Эстонии. Сегодня, вы знаете, не пустили Йохана Бэкмана, профессора права из Финляндии. Татьяна Аркадьевна Жданок сегодня очень грубо отобрали у нее мобильный телефон, не дали ей фиксировать те действия, которые совершали полицейские в отношении ее коллег. То есть уже были совершены определенные действия в отношении других наших, скажем так, товарищей, которые нас поддерживают. Все, что мы видим сегодня, это только одно желание. Желание скрыть правду о тех днях, желание заткнуть всех тех людей, которые говорят что-то против. Это желание направлено только на одно – заставить нас смириться, заставить нас уважать те порядки, которые нам навязывают путем закатывания нас в асфальт или путем сажания в тюремные камеры. Но тем не менее, ты сейчас говоришь о правозащитной деятельности, это то, о чем говорят и что понимают активисты ночного дозора. Но ведь очень многие люди считают себя последователями ночного дозора, при этом не представляя на самом деле, чем занимается ночной дозор и организуют какие-то непонятные восстания, какие-то стихийные митинги и так далее. В основном молодежь, конечно. Я вижу только одно, что митинги – это нормально, что люди выступают против, это естественно, что они проводят конференции. У нас, в частности, сегодня конференцию сорвали, эстонские власти, эстонское правительство. Но еще раз, это нормально, это демократичный путь развития. Критика – это нормально. А если у кого-то больная голова, то ему надо лечиться, а не управлять государством. Понимаете? Если люди не способны управлять, если они используют полицейские силы для того, чтобы несогласие в европейском обществе пытаться представить как антиправительственную пропаганду, антиказарственную пропаганду. Да какие бы ни были у нас убеждения, эти убеждения приемлемы во всех европейских странах, кроме Эстонии и Латвии. Что это говорит? Говорят неадекватности. Если люди выступают и поддерживают нас, это просто их личная позиция. Мы еще раз говорим, мы должны обращать внимание на то, что происходит. Это очень важно. Мы должны озвучивать то, что происходит. Потому что в противном случае мы забудем об этом и опять будет все вроде как хорошо до следующих бронзовых ночей. Правительство должно уйти в отставку. Оно довело Эстонии до банкротства. Это правительство должно нести ответственность за свои преступления. Дим, здесь сейчас есть представители организации МИР. Это русскоязычные ребята, которые никак не связаны ни с Кристофовичем, ни с Метливым. Это ребята, которым не нравятся действия ночного дозора. Как ты можешь прокомментировать действия этого объединения? Я не очень знаком с их действиями. Но им не нравится. Слава Богу. Я мало могу сказать о них, потому что какое-то новое движение. Может быть, им и не нравится. Но они обвиняют ночной дозор в том, что он делает себе рекламу, и что отдельные люди пытаются пробиться в Европарламент за какими-то своими финансовыми целями и так далее. Но категорически отрицают то, что ночной дозор поддерживает действительно и представляет действительно всю русскоязычную общину Эстонии. В заявлении ночного дозора четко указано, что мы не поддержим никаких кандидатов в Европарламент. То есть мы говорим, что людям надо голосовать, и наша позиция однозначная. Мы считаем, что активность должна быть, мы должны голосовать, но люди должны выбирать сами.